И вы, и жены здесь, сын, и вся исполняй сокровище благи. И вы, и жены здесь, сын, и вся исполняй сокровище благи. И вы, и жены здесь, сын, и вся исполняй сокровище благи. И вы, и жены здесь, сын, и вся исполняй сокровище благи. И мы споем его вам в раннем портесе. Такой расслев выдавал в середину семнадцатого и середину семнадцатого веков. У нас это четырехголоский расслев. Такая похожа соединить европейскую, древненскую. Один из голосов поет как бы знамя на расслев, а остальные голоса его возле внизу. Вот получился такой расслев. Древненская. 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 а а другом это уникальный уникальный расцвет с середины конца XV века и ситуация в XVII веке даже за аквакином в 18 веке так называемый строчной расцвет вы увидите, потому что оно не похоже на привычную нашему нашему уху европейскую мысль хвалите имя Господне строчной трогалов хвалите имя Господне Аллилуйя хвалите львы и 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 Благословен Господь от всего нашего живого Иерусалима. Благословен Господь, Благословен Господь. Благословен Господь, Благословен Господь. Благословен Господь, Благословен Господь. Благословен Господь, Благословен Господь. Благословен Господь. Еще один распев, относящийся к концу 16-го, начало 17-го века, это знаменный анализоводчик. Он отличается от страшного, это нюансы, которые не всегда сручные, но при больших случаях, что это немного другое. Это тоже попытка гармонизации знаменного распева, но несколько другая, она более астетичная и более простая, и так обычно фели во время поста. Пресвятой, Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, Памильный. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Божий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Бесмертный, помилуй нас. Польское нашествие, потом Мор на Москве, и очень мало что от того времени осталось. Вот в середине XVII века приходят из Киево-Печерской лавры, из Украины приходят монархи, которые приносят уже очаг такой европейской культуры. В национальной организации появляются всевозможные виды таких околоевропейских распелов, и уже в конце XVII века появляется концерт, так называемый. То есть это уже музыка, которая написана по инструментальным принципам, но очень много пограничных произведений. Вот один из таких концертов, или произведений, или молитв, написанных уже в концертном виде, это молитва «Возбранный воевод». Сейчас вы увидели и слышите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А в противопоставлении их будут духовные книги, которые были в концертном варианте. И вот первый стих, такой программный стих, который поет все старообрядки, который очень хорошо сохранился, это стих о всемирном потоке. Потоп страшен умножался, народ ведя испугался. Гнев идет, гнев идет, гнев идет, ведя воды, многолеты, побежали в горы круты. Там спастись, там спастись, там спастись, где приводы наполнялись, Все животные выбирались на Вергур, на Вергур, на Вергур. Лютость, крутость привели, едем на кругу не вредили. Лево по водцам, лево по водцам, лево по водцам, все смотрели очевидно, Лево по водцам, лево по водцам, все смотрели очевидно, Все вода, все вода, все вода. Малые холмы покрывались, Смерти горько не предавались, Рот зверей, рот зверей, Рот зверей, Друг за другом обнимались, Час последний расставались, Муж с женой, Муж с женой, Муж с женой, Муж с женой, Отец с сыном там прощались, Мать с очами разлучались, В горький час, В горький час, Грек великий подымали, Когда в воде утопали. Злой твой час, Злой твой час, Злой твой час, Злой твой час, Кверху гладцы выпущут, В поле, Когда Бог свой испущали, Смертный час, Смертный час, Смертный час, Не всех творец истребляет, Неких в кочер затворяет, Хранит впредь, Хранит впредь, Хранит впредь. АПЛОДИСМЕНТЫ Традиция, которая появилась На южных рубежах Российской империи тогда уже, Третий четверть 18 века, Конкретно 1675 год, Когда был издан Первый сборник духовных стихов Под названием «Богогласник», Выходил он во Львове, И потом его печатали, И вот он дошел в следующее издание, Его было уже сделано в 1903 году. И это тоже духовные стихи, Но духовные стихи уже написаны В другом стиле, И вы услышите, что это совсем другой язык Теортический, да? Это биршевая поэзия. О горе мне грешнику сущу, В горе благих дел не имущу, Яко на суд Божий явлюся, Яко со святыми селюсья. И еще секунду. О горе мне грешнику сущу, В горе благих дел не имущу, Как о грех сут Божий явлюся, Как о горе со святыми селюсья. Отступи от Бога злобою, Грехолю, Берез самцы собою, В тьму, Отскачет света, Примаю, Света благодати не знаю. Слово легко вся первой одежды, Он чаялся светлой надежды, Свердная одежда и тело, Бог вглубляет душу и тело. От и до далече на страну, От сроже спитатися стану, Чуждому небесно владыки Не достоин жизнь человеки. Временно я предпочитаю, О славе вечной забываю, Что им вам грешны сотворите, Ей да придет Господь судите, Госпож плачусь, О, счастье слезами, И не будет милости с нами, Что услышу страж до навеки, О, море и боль велики, Ныне у обрежде дня судна, Представлю дела моя плуна, Иду претовцем увелюся, Да не его пищи лишуся, Иду и реку ему смело, Согреши ты, отче мой тело, При имя за лучшего сына, Ах, и родная мне гневина. Ах, и родная мне гневина. Это был духовный стих 18 века, а сейчас мы снова вернемся к концертному концерту, да, и один из таких концертов, тоже на Погоянной стене, тоже уже к европейской культуре имеющей отношение, трехголосный концерт «Страх, вой, Господи», относящийся к началу 17 века. Страх твой, Господи, Страх твой, Господи, Страх твой, Господи, Садим в сердце, Рад твой, Стран Твой Господи, 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 Сквозь силу себе призывающих Возвращаемся опять к старообрядческим духовным стихам. Не хотят старообряться, они сохраняли монодийный, одноголосный способ мышления музыкального. Но распевность, присущая многоголосию, как современной церкви, смешивалась с мелодикой старообрядческой, и получались такие духовные стихи, которые распевались на много-много голосов. И эта традиция существовала и в XIX веке, и сейчас, и мы будем петь духовные стихи, они не одноголосные, хотя есть и одноголосные старообрядческие духовные стихи. Сейчас мы вам споем один из таких духовных стихов, одна из самых изглубленных тем, и мы к ней будем возвращаться. Будет случайно много таких стихов. Это стих о расставании души с телом, как говорят. Или стих смертный. О том, как душа с телом расставалась, как она с ним разговаривала, и что каждого из нас ждет. Это духовный стих, как на травушке. Как на травушке, на муравушке, там стоит церква. Она новая, церква новая, богомойная. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все проспали мы, пролежали мы А все царствие, все небесное Прилетали к нам Дай два голубя Мы не голуби, ой, не сизые Ой, два ангела, два хранителя О моей душе покровителя Ой, чего ж тело, что затеялось Не затеялось Старство Божие, ой, а затеялось Пекло вечное Пекло вечное Бесконечное Пекло вечное Пекло вечное Пекло вечное Пекло вечное На коления КОНЯ АПЛОДИСЬ И дороженько ты господнее Для них то, что ты ever Только шли, прошли за два ангела Вот Зачем такое же? Содержание немножко другое, но тема та же. Зачем такое же? 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 Зачем такое? Зачем такое? Зачем такое же? 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 Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Исповетуйся, Господи, и яков благослови, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Исповетуйся, Господи, и яков благослови, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Исповетуйся, Господи, и яков благослови, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Небольшую такую ставку мы решили сделать, вернуться к литургической музыке, но она будет несколько иная. Сначала, в искусстве, монастырский распев, вообще говоря, то, что у нас святые Божии, например, и святые спели мужчинами с женщинами, это было нарушением традиции, поскольку мужчины с женщинами допустили смешанное пение только в 3-й четверти 19-го века. До этого никогда в церкви мужчины и женщины вместе не пели. Даже когда были огромные партитуры, 12-й, 14-й, 16-й, голосные, все равно это пели мужчины и мальчики. Или в женских монастырях это пели женские голоса, как сейчас концерт. Хотя у них было гораздо меньше возможностей, чем в ученических городах, поэтому там был меньший диапазон. Но никогда не пели вместе. И это было как раз мотивировано тем, что когда женщины и мужчины поедут вместе, они невольно тянутся друг к другу. И для них небесные отходят на второй план перед земным. Вот такая практика, аскетическая практика. В этом нет ничего плохого, в этом нет никакого в веках, просто так нет. И монахи об этом знали, и никогда такие вещи не были отрицательными. А с отмерщением церкви, с превращением в более культурное мероприятие, чем молитвенный дом, такие вещи стали возможны, и они существуют в последние три стены. Но мы сейчас споем как раз окончание этой книги, до исполнительного уста нашего. Это уголосный, строчной распех, именно в исполнении не только женских годов. То бы вы примерно представили, как это могло быть. По монаху. Да исполняться уста моя, хваленье от твоего Господи. Я годобою славу твою, я господобил, есть и нас. Причаститесь от святых причистых, и бессмертных твоих таях. Утверди нас по твоей святыни, весь день поучатись о правде твоей. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. И нельзя сказать, что специально у нас в репертуаре есть несколько таких песнопений в грузинском. Сегодня их будет два. Первое, это будет на грузинском языке, якода царя. А второе, тело крестово при имиде, это уже, знаете, переложение, когда напев и распев грузинский, а слова уже русские, законополятцы. Очень много сейчас делают, и просто берут грузинскую музыку, подкладывают русские слова, и очень молитвенно очень хорошо звучат русские. Вот подключаются два грузинских песнопения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сначала, сначала духовный стих, ой, кто-кто Николая любит, давай. Будет тут скоро гроза будет. Ой, кто-кто Николая любит, ой, кто-кто Николаю служит, тому святый Николай, на всякий час помогай, Николай. Ой, кто-кто к нему прибегает, на помощь его призывает, тот не будет охраданным и грешовным, и охранным Николай. Кто-кто Николая славит, ой, кто-кто свечечку поставит, тому я ты, Николай, его детям помогай, Николай. Николай, имя знамени, это побеждает, не знамени, это побеждает, а горян и сохраняет рестиан и Николай. Николай, молися за нами, просим тебя, все мы со слезами, мы тебя будем восхвалять, и имя твое величать, и навеки. В следующий секунду я короткую притчу расскажу. Шли как-то по земле святитель Николай и святой Касьян. Вот, шли они, и увидели, что в грязи завязла телега, и мужик ее вытащить не может. Но Касьян посмотрел, а поскольку они шли к Господу на прием, он решил, что он сейчас одежду запачкает, свои светлые ризы, и не пошел мужику помогать. А Николай, значит, пошел, телегу вытаскивает, вытаскивал телегу из грязи, помог телегу из грязи, вытащил, весь испачкался, извозился, вот. Ну, и в таком виде они Господу предстали. Ну, Господь, когда узнал, в чем дело, вот, он похвалил Николая, и сделал Николая два праздника в году. А святому Касьяну, за его лень и высокомерие, сделал один раз в четыре года. Касьян у нас 29 февраля. И вот, собственно, духовный стих на эту тему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 У нас вот эта форма уже такая поздняя, сейчас уже стали такие современные колёсные вирты, а это вообще из виланчей. Их даже делали по критичным лекалам, когда эти инструменты артерий сделали в конце 19-го века. И сейчас мы будем петь духовные стихи, уже один сперри под колёсные вирты, сейчас ещё несколько поём духовных стихов в допровождении колёсные вирты. Ну-ка, построим. Это другое дело. Слава, слава, Вышли к Богу, Дух мой радостный Господь. Избранные стихи, как они называются? Избранные стихи из стихов Тредиаковского. Это как бы... Вообще у лирников у них сохранились стихи, на стихи Языкова, на стихи Лермонтова, и на стихи даже более поздних поэтов 19-го века, у Верховича Духа Лисыни. Ну а вот мы споём вам избранные стихи. То есть это значит, что они брали какие-то строчки, какие-то выбирали, какие-то оставляли, и пели духовные стихи. Слава, слава, Вышли к Богу. Слава, слава, Вышли к Богу, Дух мой радостный Господь, Слава, слава, Вышли к Богу. Зава, слава,te tú, Он в чудовиные слава и дели, Он в боли бесстолам и делик, Моя ты, в небе, вечно Сын Господь, черай, вниз Сын Господь, черай, вниз Не посвящий, неизмерный Не преступно окружать Не преступно окружать Сын Величество лучами Будь в небе, в небе, в небе Духовные стихи можно петь по всякому Можно здесь распевать любые тексты Если в фольклоре есть какие-то локальные традиции Спасибо 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 Спасибо